Ко дню российской науки музеи Казанского университета выступили с инициативой провести акцию «Университетские музеи детям». В Казанском университете и его филиалах находится 11 музеев. Только в Казани находятся 8 музеев, 7 из которых имеют постоянные экспозиции. А значит, здесь могут проводиться лекции, тематические экскурсии, занятия и мастер-классы. 8 и 9 февраля эти мероприятия будут бесплатны. Например, занятия в музее Казанской химической школы. Химия ароматов, о чем молчат чернила, они тесно связаны с именами ученых Казанского университета. Николай Николаевичем Зининым, открывшим искусственный краситель «Анилин», и Бутлеровым, диссертация которого была посвящена эфирным маслам. То есть на этих занятиях ребята не только узнают про ученых, но и сами что-то изготовят. В одном случае чернила, в другом случае это будут масла, и унесут их с собой. Занятия могут посетить родители вместе с детьми от 6 лет и старше. В этнографическом музее, например, пройдут занятия о верованиях и занятия, посвященные великим географическим открытиям. Ведь большинство музеев университета, их коллекции сложилось благодаря экспедициям, в которых принимали участие ученые университета. Специфика университетских музеев в том, что здесь работают специалисты, которые доступным языком могут рассказать о том удивительном собрании, которое хранится в музеях КФУ. У нас этнографический музей. Конечно, в центре всего находится человек с его этнокультурными особенностями. И поэтому мы хотели, чтобы наши мероприятия были разными. И для каждого мероприятия нашелся свой заинтересованный зритель. Университетские музеи, безусловно, место, куда интересно возвращаться в любом возрасте. Мы хотим, чтобы наши посетители смогли познакомиться с культурой, таких далеких для России, частей мира, допустим, как Австралия и Океания. Узнать, где все-таки живут кенгуру. И как живут люди рядом с кенгуру. Посмотрели и более детально изучили культуру близких, более близких к нам этнических областей, таких как, допустим, Центральная Азия. Кто такие кочевники? И что для них значит кочевать? В этом году готовится насыщенная программа экскурсии по музеям Казанского федерального университета. А в музее истории, об этом хочется отдельно рассказать, мы презентуем новый проект. Он называется «В чайный путь с Казанским университетом». Его научным консультантом, руководителем является сотрудник университета, кандидат исторических наук Руслан Аркадьевич Бушков. И такая первая встреча пройдет 8 февраля здесь, в музее истории. Подробно ознакомиться с программой мероприятий и акции можно на официальном сайте Казанского федерального университета. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Валерия Муратова, Университет